МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессиональные покраски автомобиля довольно сложные. Начнем с того, что нужно идеально подобрать цвет. Особенно это актуально, если покрасить нужно не всю машину целиком, а лишь один или несколько элементов. Колорист, как и сапер, ошибается один раз. Лишь самую малость не попал в цвет, и дверь или крыло будет резко отличаться от всего остального. Надо переделывать. Это у нас участок подготовки краски. Находится стойка с пигментами краски. Краска подбирается таким образом по формуле. Формула у нас написана на... Подбирается по номеру, который находится на кузове автомобиля. При выпуске автомобиля с конвейера сразу отмечается номер краски, который он был покрашен. Перед покраской машину обязательно тщательно моют, затем разбирают и готовят элементы к дальнейшим работам. Это участок подготовки автомобиля к окраске, где выравниваются плоскости, на которые наносится потом дальше в дальнейшем грунтовка. После того, как грунтовка высыхает, подготавливается автомобиль в дальнейшем к нанесению краски и лака. Жирный плюс профессиональной покраски автомобиля в том, что для каждой операции применяется специальное оборудование, сертифицированные материалы. И, ко всему прочему, всегда есть гарантия на выполненные работы. А вот с дядей Васей взятки гладкие. Вот посмотрите, за моей спиной находится замечательная инфракрасная лампа, которая позволяет ускорять процесс сушки материалов, чтобы потом не было в дальнейшем их усадки на кузове автомобиля. На самом деле, именно этап подготовки к покраске играет решающую роль. Если здесь что-то пойдет не так, на выходе можно получить пузыри, трещины или коррозию под слоем краски, которая со временем обязательно выберется на поверхность. Но если подготовка прошла без сучка и задоринки, пора переходить к последнему этапу. Сейчас мы зайдем в святая святых в покрасочную камеру. Температура воздуха там составляет 80 градусов. И там элементы автомобиля приобретают свой окончательный завершенный вид. Готовы? Пошли! В покрасочной камере элементы автомобиля красят и сушат. Затем их тщательно осматривают. Контролируется качество работы и попадание в цвет. Если все прошло хорошо, детали полируют. И, наконец, снова собирают автомобиль. Можно ехать. Напоследок, хотелось бы сказать, скупой платит дважды. И покраска автомобиля – это как раз тот случай. Поэтому между красить дешево или красить хорошо советуем выбирать второе. Гладких вам дорог и зеленых светофоров! Редактор субтитров А.Семкин